здравствуйте друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей в этом выпуске мы с вами продолжим тему чтения чертежа и да и вообще мы давно уже не читали чертежи и нам бы не мешало бы это сделать я вот нашел такой вот вал шлицевой то есть он достаточно интересный точно имеет несколько поверхностей с шлицами да и поэтому мы пройдем технологию от начала до конца и разберемся в чем могут быть подвохи при изготовлении именно такой детали поэтому устраивайтесь поудобнее заварите чайок а мы начинаем и так вот такая у нас деталь когда давайте по классике да то есть классический вариант что у нас здесь здесь у нас информация только о том что это сталь 40 с гост 45 43 71 года да то есть информация никакой особо нету масса 135 грамм всего лишь но маленький валик 255 но сомневаюсь он 135 грамм весит а хотя ну мало ли конструктор наверное виднее итак давайте приступим к чему для начала нужно понимать что такие вот целовращения изготавливают преимущественно из проката да то есть если такой-то кусочек проката либо это так как она такая небольшая достаточно деталька это может быть какая-то про ковбочка да то есть это может быть поковка с каким-то примерным до исходным контуром даже может быть каким-то прошитым отверстием да то есть это может быть что такая вот болванка да с прошитым отверстием может быть конус немного идти что такое дать ему 250 это такая длина не даст но не сильно большая может быть какой-то полноценщик удастся изготовить и при этом сделать такую вот упаковку давайте так ну с чего мы начинаем здесь вообще в каждом чертеже изначально надо смотреть я это уже вижу автоматически так у меня достаточно большой опыт и вы должны тоже обращать внимание первоначально на те поверхности которые будет очень сложно изготовить в некоторых случаях есть чертежи которые и невозможно изготовить то есть поверхности какие-то либо указаны неправильно либо их просто нет возможности изготовить давайте так давайте красным и мы выделим поверхности которые будут иметь ну не сложность а такие но достаточно будут проблематичные Вот у нас точная поверхность, да, 136К6, да, допуск, плюс 28 микрон, плюс 3 микрона Ну, грубо говоря, 3, 20, 25 микрон всего лишь у нас допуск Это достаточно точная поверхность Вот же второй же размер, точно такой же, да, симметричный Диаметр 130К6, есть такая поверхность Все, по размерам, в принципе, у нас два таких вот основных размера, которые достаточно точные И которые будут требовать к себе особенного внимания Дальше переходим, что у нас по поверхностям Р1, 25, это наш турчик, да, Р1, 25, это диаметр Так, это не твой И здесь диаметр 58, указано минимум, да, но почему-то нету перепада, да, как-то вот идет Видите, здесь 1, 25, тут 0, 63, ну, тут так обычно не делается Делается какой-то перепад, то есть здесь, допустим, 130 А здесь второй размер, допустим, будет 131, да, какой-то ступенька, если так Потому что, ну, очень странно шлифовать, то есть на 58, то есть, ну, я считаю, что не совсем корректно это указано Поэтому вы обязательно в комментариях напишите, как вы считаете это все-таки ошибкой Или допускается такое вот указание одной шероховатости, потом сразу же другой Так, две основных, ну, не сложности, а такие вот проблемности, да, мы указали Дальше у нас идут технические требования То есть, раз технические требования, два технические требования, три технические требования Что у нас еще? Симметричность Так, ну, здесь мы тоже определились В принципе, посмотрели из всего этого Это указано, да, прямолинейность, да, круглость, соосность указана В принципе, если мы будем выдерживать даже вот эти вот размеры, да, которые у нас заданы А мы будем к этому стремиться обязательно То в 90% случаев эти вот параметры будут выдержаны Что касается вот этого биения, то чтобы его выдержать Нам обязательно необходимо шлифовать вот эту поверхность Вот эту вот поверхность шлифовать обязательно И вот этот торчик за одну установку Тогда это биение будет выдержано Но и при этом, что оснастка, на которой все это будет делаться И сам станок шлифовальный, он будет, ну, может быть, не шлифовальный Может быть, какой-то другой вид обработки чистовой Но все же он будет достаточно жестким и точным Так, мы здесь вот еще забыли, вот две шероховатости, 1,6 я вижу, да Ну, в принципе, вот мы обозначили все, что основное, на что нужно обратить внимание Теперь давайте начнем непосредственно чтение чертежа То есть, вернее, это тоже этап 11 чтения чертежа То есть, это этап определения основных проблемных поверхностей, да То есть, таких вот точных, которые могут составить нам проблематику А теперь поехали по классике Предположим, что у нас это прокат Ну, естественно, прокат это просто кусочек болванки Ну, может быть, какая-то свободная ковка Если это, к примеру, частный случай, какой-то единичный, да То есть, единичное производство Так, вот мы тогда берем Первое, что необходимо, это, естественно, просверлить отверстие Тут ничего сложного нету Тут можно зажать в трехкулочковом патроне, да, с одной стороны И потом сверлом просверлить вот это отверстие То есть, ну, и опять же, я же все условно, вы знаете, делаю Просверлили отверстие Отверстие достаточно просверлить, чтобы остался припуск Именно у нас вот под это, под это шлицевое отверстие То есть, смотрим, отталкиваемся от него Вот здесь, допустим, идет 62 диаметр, да Насколько я понимаю 72, 72 Так 62 на 72, 62 Так, здесь получается Просверливают это отверстие, да Оставляем припуск на токарную обработку Оставляем припуск, чтобы потом можно было расточить Но, соответственно, у вас будет отверстие вот так идти до конца Да, сюда будет идти до конца И вот сюда идти до конца Вот оно будет ваше отверстие Все, просверлили, получили отверстие Дальше приступаем к токарной обработке Ну, естественно, в токарной обработке вы прекрасно знаете, что Главная наша задача Это как можно уменьшить количество установок То есть, первый установок поставили, да То есть, зажали трехколочковый патрон И дальше идет механическая обработка Которая нам позволяет проточить Наружный диаметр Проточили Так, да, можно вот сюда Или даже сюда вот не поворачивать до торца Вот так Проточили, соответственно, это симметрично все Поправили торчик Расточили это отверстие И здесь я бы рекомендовал вам пока не трогать Потому что здесь все-таки у вас будет такая поверхность достаточно неровная Если это будет прокат или это будет паковка Не важно То есть, вы проточили И здесь уже у вас будет ровная достаточно поверхность Ну и, естественно, не забываем оставлять припуск под шлифование Ну, к примеру, если у вас здесь окончательный 130 на 2 плюса Ну, вы можете оставить, к примеру, 130 и десяточек 5 А может быть и 6 Тут наверняка припуска Отлично Проточили Дальше деталька переворачивается Да, то есть мы ее перевернуть в данном моменте не можем Поэтому мы просто ставим зажим с другой стороны Зажим с другой стороны ставим И протачиваем, естественно, с другой стороны То есть подрезаем здесь торчик, да Потом точим здесь Делаем вот эту канавочку Протачиваем вот до сюда Здесь у нас уже проточено Поэтому здесь тоже самое мы делаем аналогичную операцию Растачиваем здесь, здесь, здесь Делаем фаску И уже делаем чистовую росточку вот этого отверстия под протягивание Естественно, такой шлиц будет необходимо нам протянуть Хотя здесь, подождите, здесь у нас как указано вроде как шлиц А по факту у нас здесь шпонка Это шлиц Или тут шлица шпонка Ну и не ясно В принципе будем отталкиваться до того, что шлиц Мы уберем вот этот вот размер, его здесь нет Здесь просто будет шлицевая поверхность Без всяких шпонов Так Хорошо Проточили у нас полностью проточенная деталь Далее мы должны что сделать Наша задача сейчас это профрезеровать вот этот наружный шлиц Так Этот наружный шлиц И протянуть внутренний Что касается внутреннего шлица Ну тут тянуть достаточно просто То есть вы берете какой-то сепаратор То есть я вам нарисую какая схема будет установки Здесь, так как здесь торец достаточно такой большой, да, опорный То есть вот это будет часть станка Вот пошел наш станок, да Вот идет А здесь идет адаптер Адаптер, то есть отверстие здесь вот Так вот он опирается Так Ну сейчас зазоры могут быть какие-то И так уже делается Здесь адаптер, да Так И пошел сам станочек Ну то есть адаптер, вот он идет Что такое адаптер, это обычное кольцо С диаметром вот эти вот 130 Ну плюс там несколько Может быть десятых, может быть миллиметров Сделали так Установили детали И отсюда идет протяжка Протяжка идет отсюда В этом направлении Естественно здесь ее патрон Перехватывает То есть это вот протяжка Она уже заходит сюда Есть разная схема протягивания У меня тоже есть, кстати, видео про это на канале Здесь Сначала можете тянуть внутреннее отверстие Немножко ровнять, да Потом тянуть дальше шлицы уже То есть И уже генерировать полностью Ваше шлицевое отверстие Так как оно Есть В принципе Так Протянули Протянули Получили достаточно точный шлиц Все у вас получилось Хорошо Так Дальше нужно наружный шлиц Вот тут интересный момент Такие шлицы Их надо нарезать От какой-то базы Здесь у нас по чертежу Никакой базы нет Который мы могли бы завязаться Поэтому я рекомендую вам Допустим Для чтобы была более жесткая Эта вся конструкция Делать базовым отверстие Вот этот вот 92 Соответственно Здесь оно свободное Оно здесь просто не эксплуатируется То есть В самом узле Куда останавливается ваша деталь Это отверстие Не играет особо никакой важной роли Но Для того чтобы нарезать нормальный шлиц Это отверстие у вас должно быть Достаточно точное То есть оно будет базовое Под шлицы нарезания Поэтому я добавляю сюда В технологическом процессе Допуск 0 0 допустим Вот там 5 соточек 5 соток То есть мы на токарке протачиваем Да это отверстие Если надо То можем его и расшлифовать Если токарный сток У вас не дает такую точность Хотя он вполне ее может дать Вот Но ситуация будет разная И делаем 5 соточек Соответственно Когда доходит дело до этого шлица Вам его необходимо Фрезеровать На каком-то станке Это может быть Какая-то тумба Может быть какая-то оправка К примеру Вот можете сделать такую оправочку Но опять же Оправка должна на что-то базироваться То есть она будет выглядеть вот так Идет оправочка К примеру Какой-то опорный торец Так Потом идет вот такой диаметр На котором Будет плотно Плотно Сидеть Ваша деталь Опорный торец Так Здесь дальше идет Вот такая оправка И здесь центровое отверстие Так Есть Дальше Оправочка продолжается Вот сюда Вот она идет сюда Так Здесь резьба Здесь у вас резьба Здесь какое-то колечко Ставится Гаечкой по резьбе Зажимается деталька И центр Соответственно вы можете Вы можете уже после чего Поставить в центра На станке На станке Взять фрезу Взять фрезу Шлицевую Шлицевую фрезу И профрезеровать Ваш шлиц Здесь естественно Об этом На плане Здесь конечно Штрих-пунктира Нарисовать Здесь уже цельно Ну не важно То есть вы можете В любом направлении Фрезеровать Вы профрезеровали Шлиц Для чего Здесь такой точный Параметр Вот этого диаметр 92 диаметра Для того чтобы Зазор вот здесь Был минимальный Между оправкой И деталью Соответственно Здесь будет Ну две соточки Грубо говоря На сторону Зазорчик И вот эти две соточки Они будут Сюда вот переходить На радиальное Биение Вашего Шлица Чем точнее Будет базирование Тем лучше Конечно В идеале Все оправки Которые подходят Под зубы фрезерования Они должны быть Разжимными Но не всегда Есть возможность Такую оправку Сделать такую Остастку Но надо К этому стремиться И на крайний случай Делаем вот такую оправку Обычную Обычную Гладкую На нее надеваем Вашу детальку Фиксируем Ставим в центра Фрезеруем шлицы И у вас деталь Полностью готова Под прохождение Термической обработки Дальше проходим Термообработку Здесь термообработка Это улучшение Возможные детали Идет сразу улучшенная Потом обрабатывается Это тоже Вполне реально То есть Ну некоторые Делают сначала Нормализацию Потом обрабатывают Делают улучшения После чего Вам необходимы Поверхности Которые у вас указаны Здесь Прошлифовать Для того Чтобы эти поверхности Прошлифовать Надо опять же Деталь Надеть на такую же Оправку Да Есть такой вариант Можете одеть На оправку Но есть и другой вариант То есть можете Здесь вот сделать Технологическую фаску Здесь ее нет Фаски вообще Хотя странно Почему Технологическая фаска Здесь фаска У вас есть 4 на 45 А это наружная Внутренняя не указана А две фаски 4 на 45 Хотя вряд ли здесь 4 Ну ладно Для чего такая фасочка Вы эту технологическую фаску Сделали После термообработки Аккуратно Зинковочкой Почистили Так И потом берете Так называемые Грибковые центра То есть По центру Он идет по фаске Так 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 Вот такой центр Ставите сюда На фасочку Ставите такой же Центр сюда Так 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 Это вот Устанок Так устанавливаете Деталь А здесь Какой-то хому Хомутик Одевается Так Так Это разрез Хомутик И здесь Поводок Он вращает Вашу деталь Соответственно Вы сначала Шлифуете Одну поверхность Шлифуете Одну поверхность Так Вашлифовали Потом Деталь переворачиваете И шлифуете Такую же схему Установки Вторую поверхность Здесь не забывайте Подшлифовать Турис Частая ошибка Технологов Когда неправильно Убирается припуск Очень маленький Припуск Остается Под Зубошлифование Ну Зубошлифование Под вообще Круглое шлифование Да и под Зубошлифование Бывает Маленький припуск И соответственно У Вас уже Получается Полностью Прошлифованная Шестерня Вал Шлицевый Да То есть Ну или вал Шестерня Можно назвать Шлицевый вал Здесь Что еще Можно обратить Внимание Здесь шлиц не указано шероховатость пошлицу непонятно какая все-таки должна быть почему не указано и почему важно знать вот эту шероховатость потому что от этого будет зависеть шлифуется вас ваша шлицевое соединение или она остается без шлифовки также можно обратить внимание что после термообработки часто есть поводки увеличивается сильное радиальное биение здесь она тоже не задано но все же одно есть и если допустим вы какой-то шлиц установили вот здесь 9 h но здесь так достаточно грубая такое соединение да поэтому я думаю что шлифовать вам не придется но все же если вы видите шероховатость примеру здесь 125 25 то это говорит о том что ваш лиц необходимо будет прошлифовать для чего эта информация будет со старта вам нужно потому что увидя этот параметр вы уже должны будете скорректировать длину общей нормали или размер по роликам шлица то в основном размер по роликам до вашего шлица до термообработки ну предусмотреть припуск естественно на боковых поверхностях по профилю для дальнейшего шлица шлифования это все друзья если остались вопросы пишите в комментариях а я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока